Моё лицо, когда я. Учитель Хэй! Учитель Хэй! Учитель Хэй! Спасибо большое за донат с текстом Девушка-сокола о нелёгкой судьбе. Привет, братик и сестрички. Привет, братик и сестрички. И сегодня я вам расскажу, что меня заставляли делать на должности дизайнера. О, ужас. Артемий Эл, где ты? Артемий Эл! Это те вещи... Что это было такое, интересно? Должность дизайнера. Артемий Эл должен рассказать, что делает он и его сотрудники, так сказать, на должности дизайнера. Просто срочно. Срочно нужен сейчас. Это те вещи, на которые хочешь рассказать, только, пожалуйста, никому не говорите, что это сделала я. Поехали. Никому не признаюсь. Первая категория дизайнера... И вы зрители, никому не говорите. И заказчик хочет кружечку, футболочку, календарик, я не знаю, подушку. С лицом того счастливчика, кому он хочет это подарить. И он приносит фотку от того счастливчика. Обычно делает... А! Менеджер мне скидывает заказ, скидывает фотографию. И несколько минут я просто сижу и смотрю. Сижу, смотрю на фотографию и думаю. Я одна здесь вижу лицо, что сфотографировали в полумраке на пульте телевизора. У нас такая с заказчиком разница в восприятии, потому что он видел этого человека. Его мозг просто сам дорисовывает недостающие черты лица, а я вижу объективную картину. Или это скрин с видоса камеры видеонаблюдения. Этот мужик сворила уже девять чекушек в магазине, и продавцы решили сделать ему кружку, и когда он приносит десятая чекушка, они вручат ему просто кружку. Не хочу ничего говорить про женщин и детей. Лень не расписывается. Как вот, что приходят в магазин и его подкармливают. Ну, такое решение. Или они хотят сделать сюрприз человеку, но у человека в ВКонтакте нет ни одной фотографии. Мнений не очень. Но повезло, они нашли его. Его тень смазана в начинку. Эксклюзивный дизайнер дизайна. Начинается страница в Одноклассниках. Но не до конца во время, что он это или нет. Эксклюзивный вокалит дизайна. Это единственная фотография, а его фото точно требуется вот таким вот на футболку. 56-го размера. И на выходе мы получаем... Короче, пока что она уже полторы минуты из пяти минут расписывает, что люди, бывает, хотят сделать себе фотку на какой-нибудь сувенир, и при этом фотку присылают супердерьмового качества. То есть, ну, заказчики не понимают, что для того, чтобы... Короче, для того, чтобы там можно было как-то по уму всё это красиво распечатать, нужно, чтобы лицо было хорошо освещено, и чётко сфоткано. Примерно вот это. Простите меня. Ну, как бы да. Простите меня за то, что я несу в этот мир зло. Прекрасно. Дизайнерское зло. Но в 2020-м в Моге создали приложение Ре Мини. Это не реклама. Я просто хвастаюсь вам. О, да. Что теперь я могу круто улучшать фотки. Ну, пять фоток в день. Ну, потому что бесплатно только пять фоток. Приветствую. Здесь должна быть полуеврейская музыка. Всё в мире дизайн. Конечно, мои стримы, это тоже дизайн. Сейчас ваши кринжометры треснут к чертям. Поэтому, если они у вас не из стали, здесь мы можем с вами попрощаться. Всего хорошего. Я была рада, что вы были со мной. Я думаю, вам дальше не стоит смотреть. Ну, мне заставили. Уверен, знаешь, что хочешь остаться? Хорошо. Следующее зло, которое я несу в мире. Я дизайнер. Это футболки с надписями. Ммм, ммм. Скажите, мрехня. Скажите, такие футболки из... Блядь, я хочу такую. Показывают. Вот, наверное, здесь что-то написать. Показывают. Давайте немножко пофантазируем. Секс-инструктор, первый урок бесплатно. Кто может быть этот человек, который носит эту футболку? Неважно, получил он её в подарок или сам заказал себе, потому что вот такая прикольная надпись. Давайте пофантазируем. Мы едем в автобусе. Жалкий летний день. И напротив нас стоит мужчина. Футболки и сам. Вот, да, чтобы вся маршрутка завидовала. Охуенно. А, лучший муж. Не знаю, как вам, мне захотелось отвести глаза. Мне кажется, что я узнаю слишком много. Завистливо отвести глаза, попрошу. Об этом неизвестно мне человеке. Как будто я подглядываю в его телефон, когда он набирает сообщение. Но при этом я не хочу подглядывать, но он сам сует мне этот телефон. Я знаю, что он женат. Я знаю, что у него есть дети. Я знаю, что он горд этим. Это слишком много, много информации о человеке, которого я не знаю и знать не хочу. Но он этой информацией любезно делится со всем миром. Даже если ты этого не хочешь. Ну, возможно, он не виноват. Возможно, он просто подкаблучник. И его не выключили из дома без этой футболки, потому что я не поняла. Бля, вот мне было бы вообще похую. Увидел бы, подумал, ебать, клевая футболка. Я хочу такую тоже себе, блин. Я подарила тебе такую красивую футболку на день рождения, а ты ее ни разу не надел? В смысле ты не хочешь мне их сходить на работу? Тебе подарок не понравился? Или ты пошел шлюх своих клеить? Или что, я не понимаю. Ну, это, короче, с Дашей на днях поехали. Ну, типа, это не прям ресторан, короче. Ну, просто такая, типа, поесть. Почему не было, кстати, стрима с субботы на воскресенье? Кидаем каблук в чат. Мы, короче, захотели, так сказать, развеяться, да. И, типа, вместо того, чтобы заказывать всякое хрючево, съездить в одно место, где по-хорошему... Ну, то есть там и атмосфера прикольная. И должно было быть вкусно, а по итогу было, ну, так, посредственно. В очередной раз это меня вообще слегка опечельдунило. Ну, короче, я поехал в футболке, как раз, которую Даша подарила, и в которой я вчера стримил. Это говнида, типа, металлический металл. Почему ты не можешь надеть эту футболку? Ты нас стесняешься. Тоже много информации для посетителей того, то есть едальнюю. Хорошо, еду в ней, таскливо смотрю в окно, делаю вид, что я не вместе с этой футболкой, что меня не существует. Это мужчина, женщина. Допустим, та же картина, но футболка у нее, вот эта, королевы рождаются... О, какая принцессочка! О, вот это не дуна. Уф. Соска. Чат, кто захотел такую? Плюс. Вкусом. Нет стыда. И есть офигенное самомнение, до которого... Королевы рождаются. Скорее всего, месячная... Блядь, ты типа мутишь с Сергеем Соколом и что-то затираешь про самомнение? Ну, серьезно, алло, как бы... Предъяви... Своему суженому, ряженому, ненаглядному, в скобочках, брату. Маникюр, вымытая перед выходом челка и уложенная на лак. Нароченные реснички, где-то подешевле буквально закасали обошлись. Но на самом деле странное утверждение. Королевы рождаются в июле. Так, ну, допустим, смотри, королева Елизавета Вторая. Родилась в апреле. Ммм, сосать. Получается, пиздеж. Ну, скорее всего, занижена. Сумочка такая узкая, ближе к клатчу. Стразики на джинсах тоже есть. Кольца. Естественно, куда без колец. Кольца а-ля все в позолоте и почти на каждом пальце. Но она стремится, чтобы было на каждом. Если курит, то, скорее всего, это какие-то ментоловые тонкие сигареты. Я бы с такой не стала спорить в очереди в больницу. Пусть лучше идет. Себе дороже. Она здесь стояла. Ничего не себе дороже. Вот как раз надо с ней спорить в больнице. А ну, точла, блин, моя очередь. Я записан. Все. Потому что она в итоге раньше тебя пройдет. Как раз Сокол про быдлое снимал недавно видос. Вот я и говорил, что быдло иногда надо в себе включать. Я бы, может быть, даже не смог так сделать. Но вообще по-хорошему. Я бы снимал, я этого не видела. Но да, она здесь была. Надо хотя бы стремиться к этому. Безусловно. Стремиться. Но в основной схватке с ней была бы... Ну, блин, не знаю. Всего две проблемы. То есть только это. Дизайн футболок с хуйней. И дизайн... Ну, то есть сложность с лицом... Блядь... Вы поняли, да? Короче, сложность с тем, чтобы вставить кривое лицо на... Блядь, эти... У меня все. Прошу прощения. И за это, и за предыдущие. Если вам понравилась моя исповедь... Мало, мало. Пожалуйста, Лили, напишите в комментах. Какие еще бывают ужасные заказчики? Пока-пока. Всегда интересно. То есть я, конечно, в основном смотрю, грубо говоря, от лица, какой я заказчик, да? Но всегда интересно именно... То есть если во втором случае просто по вкусу это не нравится, ну, кто спрашивал-то вообще как бы, да? То в первом действительно именно заказчики не понимают какие-то вещи, которые кажутся очевидными, если ты в профессии. То есть вот интересно всегда понимать... Ну, как бы, короче, разбираться в таких вот подноготных приколдесах. То есть типа... Ну, короче, что люди могут не понимать, когда реквестируют какую-то себе приколюху и, короче, там, что-то типа того. Все, мне сложно формулировать мысли, мне лень. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok